Здравствуйте! Это программа Эксперт Ревью. Меня зовут Ирлан Аспанов. Сегодня мы поговорим о диджитал, как о философии. У нас сегодня в гостях Александр Комаров, руководитель телекоммуникационной компании, и медиатор Ахимбаев, руководитель системного интегратора. Смотрите, когда-то человечество придумало цифру. Это был такой технологический переход от аналогового сигнала к цифровому. В принципе, что это дало? Это дало многоканальность. Представьте, можно несколько цифровых сигналов сдвинуть немножко по фазе на несколько градусов и передавать на одну несущую частоте. Коллеги, давайте сначала разберем это понятие, диджитал, цифра. Сегодня, в наше время, как вы думаете, что это такое? Я перед передачей думал об этом. У меня есть такое определение. Понятно, что терминология пока не устоялась, поэтому у каждого, может быть, своя картина мира. На мой взгляд, диджитализация – это процесс, при котором цифровые технологии становятся формой существования компании. Раз мы договорились общаться просто, я приведу пример. Давайте возьмем таксопарк и будем последовательно вынимать из него различные системы. Например, колл-центр. Тогда люди переходят на обычные телефонные трубки и записывают на бумажки. Затем мы вытаскиваем оттуда CRM. Эффективность снова падает, люди начинают работать вручную, но, тем не менее, таксопарк продолжает свою основную деятельность. Потом можно вынимать оттуда финансовые приложения и так далее. И будет наблюдаться постепенная деградация и упадок. И через какое-то время таксопарк прекратит свою работу как бизнес. Теперь представим себе тот же самый эксперимент, сделанный с Uber. Выним из него информационную систему. И в этот момент Uber полностью прекращает свою работу. Почему? Потому что цифровые технологии управления бизнес-процессом являются формой существования компании. Поэтому я вот думаю, что диджитализация это вот как раз тот самый процесс, при котором информационные технологии являются жизнью. Мы, конечно, готовились, но дать очень простое определение я в принципе не смог дать определение на самом деле. Вот в начале мы готовились к передаче и прозвучала фраза поставьте часы в авиарежим. То есть у нас, наверное, еще год-два назад такого плана термины бы не сложились вообще в единое предложение. Сейчас мы ими апеллируем, как будто это для нас такая обыденность. Поэтому с моей точки зрения это что-то ближе, вот мы прожили, не мы прожили, а наши предки прожили переход от собирательства к аграрной революции, от аграрной революции к индустриальной революции. Мне кажется, что сейчас мы наблюдаем очень похожие явления, описать которого, находясь внутри, очень-очень сложно. Ты можешь ему какие-то атрибуты придать, да? Да, все переводится в цифру, все, что может быть цифровано, оцифровано, будет оцифровано. Любые процессы, которые можно поменять на роботов, будут заменены на роботов. Но куда мы придем и что это означает, я себе пока представить не могу. Нет, но тем не менее нам придется все-таки какое-то определение дать, что такое диджитал и что такое диджитализация. Ну хорошо, давайте тогда постепенно будем. Вот вы сказали, это процесс. Форма существования, да, это процесс. Диджитализация сам по себе это процесс. Это процесс, да. А диджитал давайте поговорим как о философии. Хорошо, форма существования компании, а какая это форма? В виде информационных технологий. В виде информационных технологий. Это управление изнутри, это взаимодействие с клиентами, со своими. Давайте я такой пример попытаюсь привести. Например, банки. Банки. Я бывший банкир, я знаю как они работают и сейчас я нахожусь с другой стороны, являюсь поставщиком банка, поставляю свои услуги и поэтому знаю как они работают. Понятно, что без информационных технологий современный банк не может существовать, это понятно. Хотя бы потому, что рассчитать баланс банка вручную уже невозможно. Если 20 лет назад это было... Автоматизирован бухучет, это уже давно. Но можно ли это назвать диджитал? Нет, конечно. Это не диджитал. Нет, конечно же. Это некий уровень автоматизации. Так, вот когда мы переходим в диджитал теперь? В диджитал мы переходим тогда, когда бизнес-процессы банка, кроме как в информационной форме, не существуют. Внутренний бизнес-процесс? Внутренний бизнес-процесс. А внешний? В том числе. У меня буквально позавчера была встреча с одним банкиром, и мы вот примерно эту же тему обсуждали. И он мне сказал такую фразу, а на мой век заемщиков хватит. А я ему сказал, не хватит. Почему? Потому что поколение миллениалов, которые родились после 80-го года, всего через 7 лет, в 25-м году они будут составлять 75% работающего населения. И они будут обладать всеми деньгами. Поэтому, если ты не предложишь им хорошую, удобную форму цифрового взаимодействия с собой, они будут тебя обходить. Ты находишься на тающей ледине. Форма цифрового взаимодействия. То есть это интерфейс. Если вы понаблюдаете за теми, за молодыми, они с окружающим миром общаются совершенно не так, как мы. В первую очередь, если им нужно что-то, они тут же заходят в сотовый телефон. В то время, как мы даем поручение ассистенту, вызываем кого-то, пытаемся найти знакомых. Они тут же прыгают в телефон и тут же решают свою проблему. Поэтому тот, кто не предложит им в течение этих 5-7 лет хорошую форму взаимодействия, он их потеряет. Нет. Форма взаимодействия – это интерфейс. Вы пришли к этому? Мне кажется, это узко. Это узко? Да, мне кажется, это узко. То есть мы вот тут начали смотреть на все через призму, скажем, руководителей предприятий, ну или бизнесмена. С этой точки зрения, мне кажется, что в любом предприятии есть цепочка создания ценностей, есть механизм взаимодействия между клиентом и этой цепочкой создания ценностей, и есть продукт, в котором есть потребность, который потребляет конечный потребитель. Мне кажется, во всех этих трех элементах происходят очень большие изменения. Вы упомянули вкратце практически каждый из них. Например, у нас тоже есть проект, по-корпоративному красиво называется «Paperless». То есть это диджитализация всех внутренних процессов. При всем том, что как телеком мы достаточно диджитализируем современные ERP, которые помогают нам принимать решения. Но тем не менее, мы считаем, что если мы уберем бумагу на 100% из наших внутренних бизнес-процессов, то это значит, что мы достигли очень высокого уровня диджитализации. Такой может быть примитивный подход, но тем не менее, который помогает мерить, двигаемся мы в нужную сторону или не двигаемся. Это внутри компаний. Опять же, тут уже упоминались слова такие, как CRM. Но вот у нас, например, цель, чтобы 90% обращений клиентов были через цифровые каналы в 2022 году. Если на сегодняшний день у нас порядка 60-70 вот таких действительных контактов идет через колл-центр. Но информационных уже больше 60. Вот если мы говорим точки соприкосновения... Что это дает клиенту? Удобство, скорость. Скорость? Скорость, управление. Управление. Он сам управляет своим продуктом. Мы приходим к пониманию того, что весь это многообразие продуктов в современном мире неприменимо. Потому что на самом деле человеку надо гораздо все проще в мире, где он сам хочет разбираться и управлять своим продуктом. То есть определенная степень свободы и ответственность за свои решения. И он сам принимает массу решений на своем уровне. И дальше возникает самый сложный вопрос. А какие продукты ему нужны? Вот в сфере этой диджитализации. Потому что если мы говорим о традиционных продуктах, то вроде как-то скучно уже. Я приведу пример с бизнес-клиентами нашими. Мы последний год-два уже не обсуждаем традиционные телеком-сервисы вообще. Мы обсуждаем исключительно проекты, как, например, окей, вот есть нефтедобывающее предприятие. У этого нефтедобывающего предприятия есть потребность установления массы датчиков, которые будут радикально повышать эффективность производительности труда этого предприятия. И вот попытка найти такое уже готовое решение, где есть телеком, где есть системный интегратор, или тот же самый телеком, где есть технология уже готовая. Вот это вот то, чем сейчас занимается подразделение бизнес-то-бизнес в рамках телеком. Вот интересную вещь вы сказали. Смотрите, что в процессе диджитализации мы исключаем не только бумагу, но мы еще и исключаем человека из процесса. В том числе, да. В том числе, безусловно, на некоторых участках человек не должен присутствовать вообще. Неизбежно. Я абсолютно согласен. Да, потому что человек ненадежен, склонен к ошибкам, склонен к эмоциям и так далее. Например, ну, самый такой простой пример, расхожий, это скоринговые системы. То есть, когда приходит заемщик, ему нужен небольшой кредит на сумму 100-200 тысяч тенге, то нельзя человеку поручать эту работу. Данные будущего заемщика пропускаются через скоринговую систему. Это возраст, социальное положение, место проживания, образ жизни и так далее. И компьютеры просто вычисляют вероятность возврата... Относит его к определенной группе, да, и вычисляют вероятность дефолта по такому кредиту. Совершенно недавно узнал, что один польский программист такое открытие сделал, что сколько там, 85 лайков достаточно проанализировать, чтобы сделать о вас очень много-много выводов. Да, достаточно, да, я помню, знаю этот пример, 230 лайков достаточно для того, чтобы вашу личность узнать лучше, чем знают ваши близкие, супруги, родители, дети. Вот смотрите, вот мы говорили про банки, да, скоринговая система. Ну вот берем мобильное приложение, банковское. Вы говорите, чтобы человека было как можно меньше и меньше при диджитализации. Вот в мобильном приложении банковском человека нет вообще в процессе. Да. Вот это диджитал? Это безусловно. Мобильное банковское приложение. Абсолютно, это диджитал. Мы берем телефон, смартфон, мы берем планшет, заходим. Когда мы можем зайти? В любое время. В любое время. Обычно банк сводит баланс ежедневно, поэтому там час выпадает, но тем не менее, в любое время. Не, ну зайти-то можем в мобильное приложение, когда угодно. Это правда, да. Дальше что мы можем? Сколько кликов нужно сделать, чтобы дойти до нужной вам операции? Нам не надо ждать, когда появится соответствующий работник, который предоставит нам эту услугу. То есть на той стороне же человека нет? Вы заходите, в мобильное приложение написано «Ушли на учет». Да, да, да. Или «У нас обед». У нас обед, да. В мобильном приложении такого нет. Такого нет. А теперь представьте, что вот мы говорим сейчас про банковское приложение, мобильное. Но это же может быть все, что угодно. Ну, в принципе, да. Фактически любое взаимодействие, там где не подразумевается какая-то эмоциональная составляющая, может быть заменено на, скажем, на гораздо более даже продвинутое, чем приложение. У нас был проект, мы, правда, его отложили, но это был проект, у нас красивое название «Genesis». Вот, это фактически весь, роботизировать весь процесс общения в колл-центре. То есть, ну, по сути, технологии распознавания речи есть, искусственный интеллект есть, опыт загрузки данных в текстовый искусственный интеллект уже тоже есть. То есть мы понимаем, уже наработали массу вопросов. В принципе, технологически мы сейчас в Казахстане способны это собрать, и, скажем так, ну, бюджет абсолютно приемлемый, то есть никаких космических цифр здесь нет. Мы протестировали, как это работает у тех, у кого уже есть. Работает пока не очень хорошо. Ну, все-таки распознавание речи, мы испугались казахского языка, потому что надо потратить год-два на то, чтобы отладить вот эти все вещи. Ну, неродные сети учатся быстрее человека. Абсолютно верно. Это лишь вопрос времени. Отложили на два года, я уверен, что через два года вернемся к этому вопросу. Просто на немножко другом витке технологическом, когда это будет немножко более гармонично. Но, по сути, существует технология, и скул-центр убрать всех людей и добиться того, что человек в большинстве случаев не будет понимать, что с ним разговаривал робот. Еще одно страшное будущее. Смотрите, вот диджитал-философия. Я хочу еще задать несколько вопросов, чтобы, так сказать, разобрать понятия, которые с этим связаны на косточке, чтобы было понятно. Биг Дата. Что такое Биг Дата? Наряду с блокчейном, искусственным интеллектом, финтехом, это новые загадочные явления, которые входят в нашу жизнь. Биг Дата как-то... Согласен. Да. Честно говоря, многие из этих вещей я слабо сознаю, потому что я практик. И работаю с клиентами, удовлетворяю их потребности практически. Я не ученый. Но это совокупность научных и технологических методов по обработке большого количества структурированных и не структурированных данных. Биг Дата характеризуется вообще тремя основными характеристиками. Так называемые три Ви. Это волюм, объем. То есть действительно большие объемы. Это то, что генерится, например, социальными сетями. Когда с сотнями терабайт ежечасно прирастает база данных. Увеличивается в размерах. Вторая Ви – это velocity. То есть это скорость роста. Скорость роста данных. Мало того, что она сама большая, сама по себе, она еще и растет быстро. Пухнет каждый день. И третий – это velocity. Это разнообразие. То есть там могут быть электронные таблицы, текстовые файлы, видео, какие-то сообщения. И все это находится в едином замесе. И в этом во всем нужно каким-то образом разбираться. Но те, кто умеет это делать, они могут вычислять там различные поведенческие паттерны у людей. Предлагать им какие-то особые виды услуг и так далее. То есть на этом можно делать бизнес. Я просто не уверен, что в Казахстане есть хотя бы одна область из Бигдата. Это может быть телекомы и… Зачаточная. Даже в телекоме зачаточная. Телекомы и банки. Это первые кандидаты на Бигдату. Но по-моему они сейчас такого количества данных не создают. Нет, смотрите. Вот у нас примерно 200 с чем-то источников, которые уже интегрированы. То есть наш проект идет. Мы считаем, что в разрезе нашей стратегии развития диджитализации Бигдата – это то, что мы называем обязательное условие. Enabler по-английски. То есть мы без него дальше двигаться не сможем. Мы на сегодняшний день интегрируем и ставим платформы по Бигдате. То есть у нас, скажем так, год назад не было ни одного человека, занимающегося Бигдатой. Сейчас около 10 человек, занимающихся Бигдатой. В основном это все-таки пока IT и технологии. Это люди, которые связывают наши системы текущие с новым хранилищем и с новым системой анализа этих данных. Чего мы хотим добиться? Мы для себя пока построили три проекта, которые нам дают возможность окупить те вложения, которые мы делаем. Первое – это улучшение качества планирования сети. То есть собирая с 10, с 20 из разных источников, в том числе, например, из колл-центра жалобы клиента, позволяет нам уточнять, опять же, собирая данные по доходности клиента, по потреблению клиента, по, не знаю, там, активности не в разрезе суток, а в разрезе часа, да, позволяет нам более оптимально планировать сеть, номер один. Номер два – это наше преимущество очень большое, текущая большая база. То есть по большому счету мы такой воронка, ну, грубо скажу, наверное, воронка продаж где-то, да. Если мы вбрасываем в эту воронку правильный продукт, да, или в правильную аудиторию в рамках этой воронки, то мы можем получить, скажем, конверсию, ну, я видел максимальные конверсии до 50%. То есть на Западе уже есть бизнесы, которые построены в взаимоотношениях с телекомом следующим образом. Мы покупаем у вас объем оптом, балк, этот балк бесплатно отдаем клиенту, бесплатно, да. Но потом за счет своего интеллектуального ноу-хау, движка вот этого бигдата, мы способны допродать клиенту для того, чтобы получить с него какой-то вменяемый, нормальный, средний чек в месяц. То есть получается, что каждый второй откликается на приложение? Ну, фактически у нас есть похожий пример в Грузии. То есть у нас в Грузии есть так называемый проект, где мы отдаем бесплатно клиенту базовый набор телеком-услуг. Бесплатно. Все, что он делает, он регистрируется. Это только в диджитал формате. Это через приложение. И он подключает туда свою карту. И дальше то, что делается, это постоянное предложение клиенту, которые мы понимаем нужны ему контекстуально. И когда ты добиваешься конверсии не 1-2-3%, а 50%, и когда у тебя миллионная база за спиной, соответственно, это выдает возможность построить достаточно большой бизнес. Это вот применение бигдата в телеком. Это то, что, это не фантастика. Это то, что мы сейчас делаем. Отличная идея. Ну, в моем понимании, что не соцсети даже, а скорее всего телеком-компании обладают максимальным объемом данных о нас. Я согласен, у нас есть объем данных. Я все-таки склонен считать, что соцсети обладают безграничным объемом. Ну, правда. В конце концов, чаще всего вы бы лайкнули, что вы идете на концерт, подписались на группу Pink Floyd, и, в принципе, соцсеть бы сделала ровно такой же вывод, как и мы. Мы, наверное, гораздо хуже пока в обработке этих данных. То есть я снимаю шляпу перед тем, как работают такие компании, как Facebook, например. Ну, прежде всего, Facebook. Верите ли вы в то, что лайк когда-нибудь станет валютой? Я могу сказать одно, что в этом мире возможно все. И лайки могут стать валютой вполне. А он уже, наверное, валютой. Его можно монетизировать. То есть накручивание лайка в этот бизнес. То есть по большому счету я уже вам могу посчитать. Там, не знаю, себестоимость и маржу на одном лайке при необходимости. Что такое блокчейн? Вообще в основе этого, в основе блокчейна лежат невероятно изящные математические механизмы. Они просто сделаны блестяще. Я вот как бывший инженер могу оценить красоту и получить эмоциональное удовольствие от этого. Но у нас не математическая передача. Блокчейн это, на мой взгляд, блокчейн это неубиваемый, неподделываемый, невзламываемый и неуничтожаемый журнал, в который вы можете записывать все, что угодно. От банковских транзакций, рецептов любимой еды, набора своих детских воспоминаний, мультиков и так далее. Все, что угодно. И при этом у вас есть гарантия, что никто не сможет подделать ни один из элементов этой цепочки. Записи. Да. Ни одной записи. Ни одной записи. И, соответственно, где это можно применять? Например, сейчас, вот вчера буквально на презентации IT-квартала в Алматы было анонсировано, что Министерство финансов собирается учитывать НДС с помощью блокчейна. Несмотря на то, что промышленного стандарта этих технологий все еще нет, но я вот приветствую это начинание Минфина, потому что это прям реально инновационный подход. То есть счета фактур отменят? В первых рядах. Смотрите, там самое главное, на мой взгляд, в блокчейне то, что он становится доверительным источником информации. Все, что там записано, это истина. Поэтому, если вы сказали, я хочу проголосовать за вот такого Акима Астаны в будущем, то будет достоверно, ясно, что господин Аспанов проголосовал за господина Рахимбаева на выборах Акима. Никто вашу запись подделать не сможет, и она остается навечно. Это чем обеспечивается? Самой технологией, самой математической моделью. Ну, ее децентрализацией и распределенность. Да, она так устроена, что взломать это невозможно. То есть никто не может туда никоим образом влезть и что-то там поменять? Никто. Он не сможет это сделать таким образом, чтобы остальные об этом не узнали. Ага. То есть тут же все говорят, ага, Аспанов подделывает записи. Не надо. Надо персонифицировать. Да, да. Хорошо, не будем персонифицировать. Хорошо. Многие думают, что биткоин это тоже каким-то образом является, точнее, высокая стоимость или там рост цены биткоина связанного с блокчейном. Что такое биткоин, что такое криптовалюта и так далее? Биткоин это, биткоин это, биткоин снова на том же самый механизм, что и блокчейн, там есть, делается небольшая доработка этого механизма, да, и возникает этот самый биткоин. Я, честно говоря, как бывший банкир, не понимаю, где здесь возникает стоимость, потому что за биткоинами, кроме деклараций, не существует ничего. Каким образом их можно вывести в реальный мир и обменять на реальную валюту, для меня это загадка. Поэтому я от этого держусь подальше и наблюдаю со стороны, и мне кажется, что когда-нибудь это все рухнет с оглушительным треском. Потому что я не понимаю, что там происходит. Вы что, не понимаете, что там происходит? Держусь подальше. Согласен с тем, что рухнет, да. Но опять же, возвращаясь к мировоззренческому контексту, философскому контексту, мне кажется, что в процессе диджитализации, когда мы говорим о бизнесе, все очень неплохо. Ну, мы на острие диджитализации, да. Когда мы начинаем говорить о государственных институтах, они отстают. И в целом, мне кажется, понятие государства очень сильно отстает от вот тех процессов, которые происходят. Потому что диджитализация, в моем понимании, дает людям какую-то невероятную степень свободы. Ну, то есть, все, нет границ, да. Пусть их нет виртуально, да. Но я не верю, что если человек очень хорошо знает, что вот там лучше, чем здесь, что его хоть что-то остановит, кроме какого-то тотального железного завеса. Поэтому, когда мы говорим об изменениях вот этих вот диджитализаций, о биткоине, это первые попытки челленджить вот такие же государственные устрои, как, например, финансовые системы, глобальные или национальные финансовые системы, через призму диджитализации. И когда-нибудь, мне кажется, такие попытки увенчаются успехом. Потому что, ну, по сути, мы во многом на текущей экономика построены тоже на вере определенной. Придет вера. Биткоин или через блокчейн? А блокчейн – это технология. Биткоин построен на блокчейне. То есть вот это, насколько я понимаю, текущая иерархия. Да, все абсолютно верно. Там добавлено, по сути, функционал печати вот этих токенов, которые фактически монетизируют технологию блокчейна. То есть еще раз, важно понимать, что блокчейн – это технология, а биткоин – это некий продукт, основанный на этой технологии. Абсолютно верно. И там есть все-таки доля какая-то авантюризма. Может быть, она близка к 100%. Может быть. Жизнь покажет. Жизнь покажет. Жизнь покажет, да. Я думаю, что когда кто-то, знаете, посеял первый раз пшеницу и стал ее культивировать, в этом тоже была доля авантюризма. И не факт, что у него получилось с первого раза. Искусственный интеллект. Я так понимаю, что если мы говорим о диджитал, то без искусственного интеллекта, наверное, уже никуда. Когда я учился на факультете робототехники, в нашем понимании искусственный интеллект заключался в следующем. Вот нам такой наглядный пример еще не расписывали. Вот нам нужно перевести рабочий орган робота, не знаю, с чем-то там, с ящиком или с какой-то деталью из одной точки в другую точку. Ну и мы считаем здесь угловую скорость и так далее. И вдруг возникает препятствие на пути. И вот робот должен его обойти, принять некое решение. То есть в наше время тогда искусственный интеллект рассматривался именно на этом уровне. А сейчас что такое искусственный интеллект и от чего он должен ожидать вообще? Ну, я могу сказать, текущее проявление в нашем бизнесе, это, безусловно, вот эти ассистенты, цифровые ассистенты. То есть это уже общепринятая практика, они разные с точки зрения, наверное, их интеллектуальности, справедливости ради. Но, тем не менее, фактически 99 вопросов, которые задают нам в контексте телекома, мы можем уже отвечать автоматически. Ну, то есть вот такой вот примерно уровень, да, там надо развивать эту систему. Мы в Казахстане, может быть, не самые продвинутые в этом плане, но мы в этом направлении двигаемся. Добавляем сюда распознавание голоса и, соответственно, голос в ответ. И, в принципе, получаем практически замкнутую систему, которая оказывает помощь клиенту в любой ситуации. Ну, вот такое, наверное, самое простое и понятное для меня проявление, которое в ближайшие несколько лет, ну, получит массу, ну, получит большой прогресс, будет очень большой прогресс в этом вопросе. Ну, снова, как практика, могу сказать, что мои клиенты такого рода задач передо мной не ставили, поэтому я чувствую себя очень уверенно в области искусства и интеллекта. Может, потому что мне не хватает, естественно. Является ли искусственный интеллект продукцией двойного назначения, подобно атомной бомбе? Я думаю, знаете, я думаю, что любая современная технология является продукцией двойного назначения. Ее можно применять как в мирных целях, так и в военных. И вот эта вот конверсия, переход от сервиса к оружию, он очень короткий, вот прям вот моментальный. Грань? Грань очень тонкая. Грань в людях, это вопрос там морали, ценности и устремлений. И нравственности человека, который использует инструмент. Это же инструмент, поэтому я абсолютно согласен, особенно любая продвинутая технология. В общем, мы поговорили немножко о диджитал, как о философии, о диджитализации, как о процессе, разобрали разные понятия. Пока что мы пришли к выводу, что диджитал – это есть некий интерфейс, все-таки цифровой, который позволяет нам получить ту или иную услугу, продукт быстро, два клика, семиминутно, исключая бумагу, исключая человека, гарантированно, качественно, со стабильным результатом. И это относится как к внешним процессам при взаимодействии с клиентом, это относится к внутренним процессам, когда мы организуем бизнес-процессы внутри компании. И еще, наверное, тоже какие-то сферы появятся. Очень важно понимать, что с диджитал связано сейчас очень много понятий, которые появляются, и терминов, такие как big data. Это большие данные, это огромные массивы информации, не структурированные, просто навалены в кучу. Они появляются и рождаются каждую минуту, и эта скорость увеличения этих данных тоже растет. И мы поняли, что блокчейн – это система записей, которая гарантирует надежность, достоверность. Ее невозможно подделать, ее невозможно изменить. И мы поняли, что биткоин – это некий продукт, основанный на технологии блокчейн. И очень важно понимать, что за его стоимостью, может быть, ничего и не стоит. Поэтому призываем быть немножко осмотрительнее. Ну и как искусственный телег тоже, через 50 лет будет одно сплошное телевидение. Но, как оказалось, что-то одно сплошное появилось, но не телевидение, а, скорее всего, интернет. Футуролог Google, в принципе, сказал, что мы к 50-м годам этого столетия сольемся в одном таком искусственно-биологическом телексе. Это называется сингулярность. Еще одно новое понятие, но их можно этими новыми понятиями сыпать, сыпать и сыпать. Поэтому я хочу поблагодарить наших гостей за интересную беседу. Это была программа «Эксперт-ревью». Меня зовут Ирлан Аспанов. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова